Кузов здесь опрокидывается, можно это делать в ручном варианте, как в простом. Есть варианты, что это привод стоит. Легко добраться до двигателя, да и сам кузов получается многофункционален. Можно разобрать и возить, например, брёвна. А грузоподъёмность около 500 килограммов, при том, что сама машина крайне компактная. Она лёгкая, где-то получается 600 килограмм. Очень удобно. Она же небольшая в габаритах, может проходить между лесными, то есть между деревьями. Так машина может с лёгкостью добраться, например, до своих больших лесозаготовительных собратьев, если им вдруг потребуется ремонт. Правда, пока этот американский автомобиль в Вологодских лесах не бывал, но, возможно, появится и на вооружении у наших предпринимателей. В том числе для этого технику компания «Диля» привезла на международную ярмарку «Российский лес». Торжественное открытие выставки состоялось сегодня в Русском доме. С большим удовольствием вас приветствую здесь. На центральном месте, можно сказать, уже не выставки, а целого события «Российский лес», который в 18-й раз уже традиционно проходит здесь. На ярмарку приехали гости из разных регионов России и зарубежья – из Китая, Польши, Белоруссии. Около сотни предпринимателей приняли участие в экспозиции. В самом Русском доме всю площадку заняли информационные стенды, образцы продукции. Можно было и самому поуправлять машиной-гигантом на тренажерах-симуляторах, а ту же технику в «Деле» демонстрировали на площади революции. Эта машина называется «Харвестер». Если сравнивать с ручной вырубкой, то техника заменяет около шести десятков лесорубов, говорит специалист. Для рубки леса, для заготовки леса. Она его валит, а потом его пилит, насколько вам нужно частей и какой длины. Она всё сама это считает, всё это видит. Машина оснащена компьютером, поэтому многие задачи способна выполнить сама. Вообще экспонатов современной техники на выставке несколько десятков. И экскаваторы, и автозаправщики, и подъёмники. Управлять такими – тоже мастерство. Хлеб да соль, да не из рук, из клешни манипулятора. Впрочем, это внеконкурсная программа. Ловкостью и точностью на площади революции мерились лучшие из лучших операторов лесных гидроманипуляторов из разных регионов России и Украины. В первом этапе они на скорость собирали с рук. Второе задание конкурса – за 10 минут собрать двухметровую пирамиду из восьми разных деталей. Все они разных размеров, и, соответственно, работа с ними разной степени сложности. Так, цилиндр самой небольшой высоты оценивается в 5 баллов, а установить детали с косым скосом оценивается в 80 баллов. Всё это не просто шоу, а демонстрация тех возможностей, которые существуют сегодня в лесной отрасли. Ведь российский лес уже давно стал крупнейшей в стране экономической площадкой для работников этой сферы. Вологодчина демонстрирует свои инвестиционные возможности, а предприятия-участники могут представить новинки и найти партнёров. Ежегодно на выставке заключаются миллиардные контракты. Кроме того, это серьёзная деловая программа. Округлые столы и семинары по самым важным проблемам отрасли. Выставка «Российский лес» продлится до 6 декабря. Дарья Анфиногенова, Николай Замараев. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова